Доброе утро! Продолжаем. На территории Астраханской области начал свою работу клуб «Мы вместе». Региональным штабом и организатором было принято решение о трансформации акции в постоянно действующий проект, который будет осуществлять свою деятельность в формате клуба. Главной целью и задачей которого будет оказание помощи людям и масштабирование форматов помощи на территории всего региона. Подробнее о возможностях и целях клуба поговорим с нашими следующими гостями. У нас в студии руководитель Астраханского отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Екатерина Генералова. А также начальник отдела развития добровольчества Государственного казенного учреждения Астраханской области «Ресурсный центр волонтеров» Гульбина Байзулина. Доброе утро! Доброе утро! Как настроение? Все хорошо? Это здорово! Ну, расскажите, откуда вообще появилась такая идея трансформировать акцию в постоянно действующий проект? Ну, как мы все, давайте я отвечу. Ну, как все прекрасно знаем, у нас масштабная общероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» по всей стране развернулась широко в 85 субъектах. И вот с целью сохранения результатов этой акции появилась такая идея, вы уже все сказали, именно в формате клуба «Мы вместе». «Мы вместе» президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал эту идею. И теперь это действительно постоянно действующий проект во всех субъектах нашей необъятной страны. «Клуб «Мы вместе»» у клуба есть совет свой, в который входят 11 представителей. Это руководители некоммерческих организаций, представители ресурсного центра волонтеров, региональных отделений Всероссийского движения «Волонтеры медики», «Волонтеры победы». То есть вот такая вот коллаборация из некоммерческого сектора, коммерческого и государственного. То есть теперь определенных сроков нету, как у акций, а теперь весь год можно функционировать и помогать людям. Именно. Это замечательно. Хорошо. А вот первоочередные задачи, которые теперь стоят перед клубом, они какие? Ну, это продолжение всех тех моментов, которые мы отрабатывали. То есть появилось несколько конкретных направлений. Это на всероссийском уровне утвердили, учреждили премию национальную «We are together», «Мы вместе». Да, на этом будет заниматься федеральный штаб. Ну и также преобразование Международного форума добровольцев в некий формат под ее гидой, девизом «Мы вместе». И теперь также появится Международный форум «Мы вместе». Ну, в связи с этой обстановкой в этом году, к сожалению, все отменилось. Но в будущем уже можно будет. Одним из самых главных направлений – это оказание адресной помощи пожилым гражданам, включая ветеранов Великой Отечественной войны, конечно же, в первую очередь. Это проект «Мы вместе» с заботой. То есть это самое главное направление. Далее – это психологическая помощь. То есть у нас есть ответственное лицо, которое как раз-таки будет работать с волонтерами, ребятами, которые отрабатывают эти заявки, которые, может быть, в силу каких-то обстоятельств, действительно сложно в психологических каких-то моментах. И это помощь в оказании ликвидации ЧАЭС. То есть некая ЧАЭС-группа появится, которая как раз-таки будет… Мобильная группа ЧАЭС, которая будет оказывать помощь и поддержку, если, не дай бог, вдруг что-то случится. Надеемся, что не то. На самом деле, действительно, вообще не заканчивалась работа. То есть вы говорите, да, мы как-то по-другому стали называться. Точнее добавилась вот эта фраза, да, «клуб». А мы вместе так и продолжается. Я говорю это больше как исполнитель, потому что непосредственно от гульбины падают заявки, а мы уже дальше идем, как говорится, в поле. Да, и работаем непосредственно с лицами старшего возраста, да, 65+. Вот как раз касательно заявок, да, такое благородное дело, как можно стать членом этого клуба? Да очень просто. Очень просто. На самом деле, мне кажется, наши номера, во-первых, есть уже у всех. Вот, а во-вторых, можно прийти в ресурсный центр волонтеров. Да, в ресурсный центр. Наш штаб сейчас базируется на базе ресурсного центра волонтеров. У нас есть все контакты. У нас есть горячая линия, на которую как раз таки можно ставить заявочку, как и человеку, который хочет стать для фривольца волонтером. Мы обязательно их принимаем в наши ряды. Так и вообще все те люди, которым нужна помощь, они обращаются на нашу горячую линию. Она у нас есть как федеральная, так и региональная. Вот, только есть вот условие одно. Ты не можешь взять заявку и растянуть ее там на два дня. То есть ты должен ее отработать в течение двух часов, как минимум. Поэтому у нас уже функционирует давно чат непосредственно, да, мы вместе, куда падают заявки. И тот, кто находится рядом, либо у кого-то появилась свободная минутка, и вот такая вот, знаете, взаимопомощь. Мы многих даже, ну, друг друга в глаза не видели. Но мы вот постоянно в чате отслеживаем, то есть уже вот знаем, и настолько родные и близкие. И, ну, это здорово на самом деле, поэтому вот всем советую к нам в команду. А какого рода это заявки? Вот что, чем я должен помочь, если я увижу это? Это доставка лекарств, да, по рецептам. То есть мы сначала берем рецепт у медиков, идем в аптеку, забираем и, соответственно, доставляем уже бабушке. Либо это продукты питания, которые либо мы закупаем, да, либо мы, ну, вот был момент, когда уже самоизоляцию уже отменили, некоторые бабушки и дедушки изъявляли желание немножко погулять. То есть мы вместе с ними шли и выбирали. Это был тоже очень интересный процесс. То есть помощь абсолютно разная была. Разная, да, но, конечно, мы все это, меры предосторожности, маска, перчатки, там, на расстоянии, это, конечно. А раз вступить, вы говорите, можно, потребность в астраханцах вообще есть? Как они активность проявляют? Идут или не идут? Ситуация, она еще не стала более, так скажем, легкой, да. На сегодняшний день в каких-то моментах она даже усугубляется. Вот, нужна, я думаю, да, Гульбин? Конечно. Давайте я скажу, что... Да, мы мотивируем наших, как бы, соотечественников. Приходите, пожалуйста, к нам. Вы знаете, когда был период самоизоляции, действительно, к нам пришли абсолютно все неравнодушные граждане Астраханской области. Это было, что удивительно, у нас как бы лицо у добровольчества сегодня студенческое, как правило. Вот этот опыт показал, что действительно пришли люди абсолютно из рабочего класса, рабочего населения, которые хотели быть чем-то полезным, которые, конечно, с ними было немножко легче работать в плане того, что у них свой автомобиль, вот эти моменты какие-то дополнительные. Возможности реализации больше. Возможности больше, да, да, да. Просто где-то поменьше. Зато энтузиазм какой у них. Сейчас как раз-таки все ушли на работу. Да, и поэтому, конечно, количество добровольцев немного сократилось. Но в любом случае у нас есть, отрабатывается все заезд, мы никак не приостанавливаем свою работу. Но если есть у кого-то желание, пожалуйста, welcome, приходите, мы всех ждем, мы очень будем рады. Ну, действительно, для всех, абсолютно, не только для некоммерческих организаций, но и коммерческого сектора. Мы очень ждем партнеров, может быть, кто-то что-то хочет помочь оказать. Потому что помощь нужна любая. Вот, поэтому, если интересно, заинтересовало, приходите, пожалуйста, к нам. Можем даже контактный телефон. Отлично, Гульбина, Екатерина, спасибо вам большое. Вы занимаетесь действительно очень важным делом, вашему клубу, вашему делу только развитие. Но нашим телезрителям мы говорим только одно – подключайтесь, помогайте. Мы все должны помогать друг другу. Ну, а сейчас всего лишь небольшая пауза, после которой вернемся и продолжим рассказывать вам самые интересные и актуальные новости. Доброе утро. Доброе утро.